Африка Есть мнение, что у Африки единая история и культура, и что все страны Африки похожи. А некоторые люди до сих пор думают, что Африка – это одна отдельная страна. Так ли это? Общее число независимых стран в Африке – 54. Они зачастую очень отличаются по национальному составу, культуре, традициям, а также историческому опыту и памяти. Например, в Северной Африке расположено государство Египет, история которого начинается задолго до нашей эры. Культурное наследие, которое оставил древний Египет, является всемирной ценностью. Это египетские храмы, гробницы, живопись, технические открытия, а также система управления и образования. История и культура древнего Египта повлияла на соседние страны и народы, такие как Судан, Ливия, Эфиопия, страны Ближнего Востока. Северная Африка вообще интересный в культурном отношении регион. После арабских завоеваний VII-X веков на многих территориях распространился ислам. В таких странах, как Марокко, Алжир, Тунис, Мали, Мавритания, Ливия преобладают арабские языки и мусульманская культура. В городе Фес, Марокко, находится один из старейших университетов в мире. Исламская культура повлияла и на градостроительство в этом регионе. Чуть ли не в каждом крупном городе есть Медина – старая часть города, рядом с которой располагаются мечети. Мусульманские мечети Африки – это отдельный вид архитектуры. Чего только стоят примеры мечети в городе Джене или в городе Тамбукту в Мали. Хотя привычнее говорить «тимбукту». Эти мечети визуально очень отличаются от классических. Африка разнообразна и по национальному составу. Здесь проживает более 500 народностей и этнических групп. 10 крупнейших народов имеется в виду с населением свыше 10 миллионов человек. Это арабы, хауса, фульбе, йоруба, игба, амхара, арома, руанда, малогасийцы и зулусы. Значительную часть населения Африки составляют также представители европейских народов. Англичане, немцы, голландцы, фламандцы, французы, португальцы, испанцы, итальянцы, греки, армяне, поляки и другие. На переселение европейцев в Африку значительно повлияло колониальное прошлое ряда стран. Традиции и быт народов уникальны. Если посмотреть на национальные костюмы, то они отличаются в цветах и орнаментах. Однако общая особенность этих костюмов – их яркие контрастные цвета. Это такое буйство африканских красок. Африканские национальные костюмы вдохновляют многих дизайнеров и художников на создание их колоритных работ. Африка – неоднородные по уровню развития городской инфраструктуры. Существуют древние города, такие как Александрия, Каир в Египте или Дженны в Мали. Есть города, основанные во времена арабских завоеваний, такие как Маракеш или Фес в Марокко. Также в Марокко есть красивый город синего цвета – Шефшалэм. По одной из версий, евреи, вынужденные бежать из Испании из-за преследований в период завершения реконкисты, начали красить свои дома в синий цвет. Они впоследствии продолжили окрашивать свои жилища в этот цвет, будучи убежденными, что он является самым близким к цвету неба, напоминавшему им о Боге. Есть города европейского типа, которые несут отпечаток колониального прошлого стран. Например, города островов Каба-Верде или Южной Африки. В городе Йоханнесболк, основанном в 1880-х годах, сегодня можно увидеть небоскребы и весьма западный стиль застройки. Это один из крупнейших и развитых городов Африки. Помимо крупных городов, в Африке есть небольшие селения и деревни местного населения. Например, в экваториальной части континента можно встретить соломенные хижины и традиционный образ жизни людей. Таким образом, Африка очень разнообразна в культурном и национальном отношении континента.